здравствуйте дорогие друзья вы на канале луди свет что вам хочу сказать не только отжимают канал у меня у светланы луди сад недавно был репортаж по этому поводу ну и чувствую что скоро отожмут светелку кали выгоню меня выгонят меня из-за того что здесь страшнейший бардак любимое слово борисыча он всегда ругается на мой бардак и будет здесь мастерская очень понравилось человек уже продумывает план обрадовался этому плану искал будет здесь мастерская на пенсии у него великолепная работа в гараже холодновато а здесь вот такая история ну это все шутки ну знаете как-то мне уже так стало боязно боязно или полы надо срочно намыть и бардак быстро быстро исправить и содержать здесь все в идеальной чистоте или не знаю даже что предпринимать у меня в светелке идет реконструкция конечно борисыч на меня ворчит просто даже страшно ворчит потому что не даю ему покоя что здесь делаем и любимое слово и любимое слово любимейшая даже бардак у меня везде бардак ну это правда бардак рабочая обстановка тем более сейчас делаю посылки всяких коробочек пакетиков всего это уже сколько много на рыбаку видеть вам просто персональный привет от борисыча просто персональный это постоянный наш зритель и любимая подписчица так что мы здесь делаем так как я передвинула стол и почему мне сразу это пришло голову не знаю очень удобно что стол стоял ну вот там далеко и нужно постоянно ходить а вот ведь я даже картон стилю потому что сейчас осень не хочется таскать с собой на лошадь мокрую землю грязь а как бывает нужно какой-то растение какой-то растение взял надо скорее его прикопать присадить ну и так далее поэтому я стол подвинула вот сюда здесь я вот только захожу с двери и сразу могу что-то делать не разнося грязь ну а что а полку приходится тоже естественно повесить над столом полка нужно и здесь очень много у меня тут хранится всего а мы еще то сделаешь одну полочку то нет надо сделать борисыч хоть и зафиксировано надо еще сделать пожалуйста я сейчас прям снимаю на камеру вы мне не должны отказать александр борисович можешь камеру меня послать да вот надо просто ее сделаю тебе еще дополнительно не на нее дополнить а как-то и нет а не моя забота так а что давай мы сделаем там просто открутить это твой у меня везде хомутики они же раз ну что то в общем сейчас подумаем дорогие друзья вот в общем такое тут дело и там освободиться местечко вот там я туда поставлю такую сборную мою этажерочку которой будут находиться всякие малыши ну и вот дорогие друзья работа по перестановке полки прошла успешно сейчас я вам покажу что получилось полка теперь вот здесь над столом в моей рабочей зоной вот тут у меня грунт прикрываю просто чтоб не так быстро сох ну и все и полка со всеми при бомба сиками которые нужны в данный период чтобы я быстро все все нашла чтобы у меня было все под руками еще часы надо купить потому что те часы которые были борисович забрал себе свой гриль а мне теперь не осталось часов срочно часы ну кое-что потом еще заменю вот шляпы те которые я делала еще две шляпа лежат будут весна и лето так что зимой с вами помастерим сделаем кое-какие работы гортензию одну просто оставила для того чтобы она цвела гортензия цветет второй раз уже за этот период ну кто со мной на канале у светлана лоди сад я рассказывала показывала почему пусть пока еще стоит меня здесь порадует и еще здесь у меня новый теребок образовался вот я перенесла сюда вот этот рассадник ну такую тепличку покупную ну пока здесь конечно никакой рассады нет находятся материалы которые мне нужно просто отгородила ну чтобы не бросалась в глаза он такой теплый с чехлом поэтому здесь будут те растишки расти которые я только-только посадила ну такой вот именно детский садик для растений ну а остальные все полки как были так и есть вот но о том что здесь растет как здесь растет и почему здесь растет конечно все это на канале у светланы лоди сад я вам сейчас только показала техническое освещение ну и что такое моя светелка вновь подписавшимся зрителям моим хочу сказать что есть целый лист светелка как мы строили что это за помещение откуда она образовалась в общем все все это есть на канале дорогие друзья у бориса новый лайфхак по подготовке резины или машины к зиме расскажите нам борисович для того чтобы резину зачернить зачернить понятие того чтобы долго служила при замене на зимние мы должны ее смазать глицерином размешанным с водой дорогие друзья вот наберем берется глицерин в аптеке один к одному один к одному тут 50 миллилитров будет 50 миллилитров воды наливаем воды и размешиваем в эти же бутылочки воды наливаем чтобы пропорции ну извините в эти же бутылочки размешиваем вот там вода столько была видите размешивает глицерин с водой я просто не знаю конечно это за ерундовина сейчас посмотрим чернить резину будем дорогие друзья понятно глицерин как бы смазывающий наверное элемент или что он там будет делать силикон понятно чтобы резина была мягкая податливая на хранение пролежала а это для хранения для хранения и красоты а а я думаю ездить на ней надо сейчас пойдем посмотрим как это происходит берем колесо которое не зачерни на не зачерни но старой губкой старой губкой но это знаете я бы конечно не знаю сказала бы тому кому делать наверно нечего в общем это скорее ну наверное да будет эластичнее но скорее это для красоты вот кто имеет машину и любит ее больше чем жену тому конечно обязательно надо делать эту процедуру чернить резиновых элементов удобно и это можно не только колеса другие резиновые уплотнитель и что-то еще ну не знаю вы потом когда это все зачерните придите покажите нам мы придем вернее и снимем и покажем а вот это сейчас высохнет и будет такой же а ну давайте вот интересно дорогие друзья конечно сейчас она ярко но мне вот интересно будет как это все высохнет высохнет испариться и что это будет вот дорогие друзья прошло два часа колеса не стали ну как бы белее я думал знаете опять станут такие светлые нет зачерненность видна яркость вот смотрите видно по сравнению а то есть это впитается ты думаешь еще больше ну и это колесо видно конечно что такое яркая резина черная яркая борисовичу также можно резиновые всякие там прокладки делать просто глицерином без воды ну чтобы они были эластичны уплотнители двери ну и может еще где уплотнители так что мало ли вам пригодится такой лайфхак и женщины могут мужьям посоветовать но особенно тем мужьям которые машины свои любят больше чем жены при этом дорогие друзья мои колеса никто не зачернял вот видите никто даже не притронулся и не смейтесь пожалуйста а вот смотрите как на солнце очередное дело это реконструкция часов я вот никак не хотела чтобы их реконструировали потому что мне нравится такой стиль ну типа старинные часы но некоторым товарищам надо все что было не иметься не на что было все покрашено как я всегда говорю поэтому снимаем часы мы их сами тут придумывали то есть вот этот циферблат он продается в обе вот круг придумывали сами сейчас борисович будет проводить реконструкцию без меня сказал все сделает без всякого моего декупажа до краска вся посыпалась но в прошлом году их тоже не ремонтировали до столько лет до ну вот смотри как хорошо было прям крыки люрчик как будто так и надо что было что было но потом посмотри стойте ваш декупаж мы потом посмотрим давайте что что 12 то ровно по стрелочке так а нижнюю нижнюю какую нижнюю все хорошо 12 часов все да дорогие друзья крыки люрчика моего как и не бывало борисович со своей позиции уже красиво скажи да а было очень своеобразно я так считаю стала пока гладенько и чистенько дальше что будешь делать дальше зачистим торцы а торцы потом покраска потом пропитаем а еще пропитка грунтовкой на два раза и покрасим белой краской на первый раз прогрунтовали чтобы все впиталось и мне кстати говоря нравится что появляется все равно вот смотри трещинки проявляется это самое супер что они не закрашиваются вот так чтобы эффект такой все-таки старины присутствовал мне вот это больше всего нравится видите какие прямо я говорю что каркелер часы отремонтированы покрашены вот я не знаю чем вам не нравилось мои вот эти под старину вещи борисович сказал что так значительно лучше вот дорогие друзья а мне с каркелером нравились больше мы сейчас может будете смеяться но правда а сейчас они просто чистенькие вот и все а ты же цифры хотел написать не будешь или мы потом еще дополнительно для меня всегда ровненько до ровненько хотим еще дополнительно по циферблату по этому белому цифры римские ну я куплю где-нибудь и сделать цифры ну типа 12 6 3 9 чтобы совсем издалека было видно как будто кривенько теперь посмотри с одной стороны больше с другой меньше